итак друзья всем привет чем я буду сегодня заниматься вечером это таксовать будет интересно 7 баллов пробки вот такие фиолетовые коэффициенты мощные по клиентскому приложению посмотрел какие цены сейчас эконом самый дешевый потом идет комфорт комфорт плюс какие должно быть но разница между экономом и комфорт плюс 300 рублей то есть можно по сути все тарифы возить вот контроль я не проходил таксопарк не сделал так что просто сел и поехал я только паспорт сфоткал и водительское удостоверение можно работать по двум тарифам и еще мне нужно работать очень качественно потому что очень низкий рейтинг 4 и 81 если еще на один пункт упадет то мне закроют доступ а я хотел бы еще бизнес выйти поэтому скорее всего я не буду снимать клиентов не знаю посмотрим москве я уже сколько дней нахожусь три дня по моему да конечно же пока чувствует себя хорошо отдохнувшим я не знаю на сколько меня хватит в такси я вышел комфорт плюс потому что настроение пока располагают работать по этому тариф я какой-то более вежливый стал надеюсь что с этим тарифом я управлю а в экономию я бы быстро вы потратил свои нервы и вернулся в исходное состояние моральное состояние депрессивное немножко потому что солнечной погоды на осеннюю погоду попасть было мягко говоря некомфортно машину мне дали вообще 19 километров оставалось запас хода я вообще офигел зачем так машина давать сейчас у меня половина бака на 1500 рублей где-то вышло не знаю сколько тут заправить полный бак запас хода 312 километров я давно не работал по тарифам комфорт и комфорт плюс поэтому вот сейчас включил оба тарифа кроме экономы и жду мне нужно хотя бы первый заказ совершить чтобы в ритм войти хотя кэфы есть но они потихоньку начинают пропадать машина с виду чистая мне достала да но реально если первое нечистое но когда открываешь эту штуку там крошки хлеба валяются здесь лаваш и пахнет немного песню поэтому завтра я вам более подробно покажу уже есть один заказ до подачи минуты 46 я еду и у меня включился встроенный навигатор таксометре он и не очень нравится в итоге переключить пришлось все я приехал вот въезд в отбор дальше шлагбаум поэтому конечно же не заезжаю нажал на месте ожидаю едем мы на рязанский проспект 95 я сейчас постараюсь работать ради сервиса то есть оказать хорошую услугу клиенту и не делать упор именно на контент а именно работать в общем то где я сижу где-то влюблено что ли рязанский проспект напомните какой-то район я уже не помню 870 рублей отличный мужик адекватный с четками сидел я так и не понял как посмотреть заказы приложение изменилось немножко за все это время пока работаю в такси вот ощущение свободы есть небольшое потому что есть . такую ветреную погоду осеннюю ты точно не заболеешь и да и по своим делам можешь ездить таксопарк где я взял машину недалеко от центра кстати находится но и не на окраине москвы то что получилось я позвонил узнал подробности это 150 рублей депозит каждый день будет сниматься с меня плюс аренда 2 600 что ли но не более чем 2900 рублей аренда будет стоить мне сказали нужно будет внести хотя бы за один день аренды в итоге у меня вообще ни копейки не взяли я пришел таксопарк в этот раз очень хорошо получилось я взял в аренду машину и даже 100 рублей не заплатил ни копейки то есть очень повезло и машины я получил в течение где-то часа это мой первый опыт когда я в такси машину так быстро получаю и при этом без вложений вообще даже 100 рублей не заплатил я просто пришел таксопарк забрал машину они наверное забыли у меня взять за один день аренды залог возможно да действительно забыли я взял и уехал все теперь работаю себя с лучшей стороны показать побольше денег заработать максимум до часу ночи я могу себе позволить работать сегодня так как я был дубая мне сказали то что заказов стало меньше и машин стало меньше часто спрашивают какому парку подключиться водителями курьером поэтому рекомендую тех кого выбрал сам эксперт парк работает более семи лет и в более 60 городах по всей россии и прошли успешно ни один кризис подключают яндекс аси яндекс доставки комиссия всего 50 рублей в сутки и автовыплаты ежедневно и без комиссий а также есть моменталки и круглосуточная техподдержка а еще они открыли диспетчерские сети мобил по всей россии поэтому выбирайте надежного и проверенного партнера заходите на их сайт смотрите сертификаты ищите свой город и подключайтесь а так еще было бы классно конечно работать такси в дубае выбери например от если или любой другой тачки на камре конечно же пустой приехал вот таганга блин у меня нет звука на этом на телефоне очень странно я не услышал один заказ на влюблено так как вы помните я хотел поехать туда там садовое кольцо атриум но мне заказ дала в обратную сторону теперь мне нужно перестроиться вот эти ущербы которые здесь стоят надеюсь меня сейчас пропустят иначе будет дтп вот но мне любой ценой нужно сейчас на другую сторону повернуть а это планировал туда поехать но зато хороший район повелецкий вокзал центр небыдлый район если будет красивая девушка вообще классно будет вообще настроение у меня поднимется тогда я буду очень счастлив до клиента осталось две минуты 700 метров нужно делать крюк потому что там одностороннее движение насколько я помню кстати ребята те кто ценит меня мой контент подпишитесь на пусть и чтобы меня поддержать там для вас будет отдельный контент который не будет выходить ни на одном из каналов ссылка в описании все я ожидаю клиента заказ принципе неплохой у меня только как плюс включен поедем до метро аэропорт улица усиевича 14 километров в 30 минут думаю должно выйти где-то рублей 700 не меньше поедем мы через самый центр города как я уже сказал давайте еще раз напомню я хочу выйти бизнес такси для этого мне нужно будет купить рубашку брюки туфли и галстук насколько я помню напишите кто работает бизнесе или в курсе что нужно чтобы выйти какое обучение нужно пройти пока я чувствую себя хорошо и очень доброжелательным к людям чем быстрее я выйду бизнес тем будет лучше для меня вы только подробно напишите что именно нужно сделать доехали 25 минут пути хотя показывал 130 на 5 минут быстрее приехали 742 это у нас к плюс усиевича прекрасная дама вела себя очень хорошо и было очень вежливо со мной у нас маршрут построил так что поворот был с одной стороны но она сказала типа неправильно показывает нужно чуть дальше проехать на 500 метров дальше проехали ничего страшного два заказа 1154 сейчас может комиссии снимет до сих пор включен только комфорт плюс вот заходим тарифы только каплю стоит едем обратно я кстати над настроил все приложения жестами чтобы открывались переключаться между приложениями как в айфоне прикольно так удобнее кстати район у нас метро аэропорт считается благополучный и богатый поэтому сразу следующий заказ пока плюс не пришлось ехать центр три минуты подачи 400 метров как всегда очень узкий двор ставлю на месте вообще сюда можно заезжать или нет капец тут узко до охереть но не проблема а вот и моя дама приехали в химки за 817 рублей капец тут очень узкая в шоке как мы тут протискивались через зеркала соседние это было дико так надеюсь нам нужно налево чтобы выехать короче химки приехали здесь дворы так расставлены жутко так как я в химках у меня аэропорт шереметьево заказы из аэропорта шереметьево комфорт плюс 14 минут можно в очередь стать я не хочу если честно мне нужно обратно ехать вот как они в этом микрорайоне живут невероятный геморрой просто все забито тачками просто еле-еле протискиваешься здесь кстати нормально еще внутри двора просто задница творится мне жаль этих людей которые вынуждены вот здесь жить очень жаль такое дрочиво здесь один заезжает трое выезжают отсюда и выехать то не так-то просто со двора что здесь утром творится я даже не представляю я однажды помню заезжал в реутов что ли блин это просто пипец какой-то не в области жить бесплатно не надо серьезно бесплатно не стал бы жить потому что мне важно быть центре и допустим добираться быстро туда куда я хочу где-то жить в реутове в области это когда уже ехали в сторону химок я догадался отключить таксометр чтобы не ловить здесь всякое дермецо потому что дворы какие-то узкие я плохо знаю областные города вот эти химки мытищи ну примерно знаю да но не каждую улицу не как москву поэтому едем обратно 24 минуты доезжаем до дтк и сейчас я буду включать таксометр в принципе неплохо работается пробок нет как не сказали я москве 3 дня только нахожусь но мне сказали что последнее время пробок вообще мало то есть они не такие сильные но агрессивная езда по-прежнему сохранилась очень агрессивно ездят люди вообще хоть спито и выходи драться реально и включаем теперь таксометр на линию три заказа 1739 ну что кафе есть как видите работать мы будем только когда коэффициент на этой машине кстати можно выезжать только до 200 километров из москвы так и мне повезло следующий заказ у нас есть всего две минуты 900 метров ехать тоже комфорт плюс комфорт я не трогала эконом уж тем более так это я примерно знаю где недалеко поехали везет сегодня как видите по комфорт плюс можно работать ну конечно же это не реклама ничего такого просто я реально показываю что заказы есть но реально же есть вы видите или вы думаете то пейк заказы вот не делать нихер да я оказался в микрорайоне чертанова южная чертанова по моему 945 рублей женщина с мужчиной но более старшего возраста легендарные чертановские дома теперь мне нужно отсюда как-то выехать не знаю как я это буду делать и 90 рублей чаевых пришли так держать богатые люди еще и чаевые оставляют это хорошо но принципе я очень комфортно вез очень плавно это когда я один еду до газую а когда с клиентом то это уже другой стиль поездки совсем все я нашел выезд оказалось не так уж и сложно все выезжаем из чертанова ну что дело остается за малым это выехать на варшавку я на варшавке еду сторону центра саммиттер отключен а по количеству заказа смотрите сами 4 заказа 2500 рублей можно сказать аренду отбил осталось отбить топлива хаха ничего не заработал относительно этого ничего не изменилось чтобы заработать нужно работать как раб весь день посвящать этому делу вышел я в ноль если конечно штраф не поймал это 0 это спорный вопрос там еще депозит 150 рублей в день капает снимается со счета и еще 100 рублей мне не хватает чтобы покрыть аренду нужно еще один заказ делать так пока я красный загорелся блин уже зеленый смотрите пока фом сейчас так они есть значит здесь еще смысл работать время 2237 с клиентами пока что везет 4 заказа все адекватные в основном тихо едут вот это самое ценное просто сели и поехали вот это мне нравится комфорт плюс люди без вещей а это значит что меня надолго хванять в такси но на неделю точно очень знакомые места потому что я раньше на варшавке жил и постоянно центр по этой дороге ездил но сейчас я уже живу не на варшавке угадайте в комментариях в каком районе я сейчас живу собралась тачек 5 где-то сегодня уже второй раз такой вижу чтобы 5-6 тачек одновременно в дтп были но без серьезных последствий просто как всегда царапины разбитые бампера но максимум разбитый нос у кого-то моих планах сейчас выехать на садовое начинает ломить спину вот реально вот здесь в районе поясница становится очень херово усталость чувствуется поэтому можно работать такси нужно каждый день тренироваться еще на турнике висеть пресс качать отжиматься о и заказ жидная улица рейтинг пользователя 488 короче мне нужно налево а я уже направо стою прикиньте построить навигатор вот мне здесь нужно стоять по сути но туда я уже повернуть не смогу это будет нарушение правил поэтому в любом случае придется ехать конечно же яндекс думаю что я стою с левой полосы дал мне всего на подачу 10 секунд ну 20 до сейчас уже 5 секунд осталось а по факту мне сейчас ехать полтора километра четыре минуты сейчас будет вообще прикол если клиент отменит он подумает что я сейчас не туда поехал например и будет вообще задница пока диких морозов нету в принципе жить в москве в россии да неплохо согласитесь под ногами жижа и снега растаявшие и мороз ну и как вы думаете конечно у меня опоздание дичайшие две минуты уже так ну что сворачиваем булочную поехали завершили поездку 630 рублей чпок готова отличная пассажирка 2950 рублей по моему новое достижение тысячи пятерок за отличные поездки только начало тысячи пятерок офигеть ой меня там поджимают я тут что-то расслабил булки только хотел заехать на заправку в туалет и падает заказ ну давайте возьмем чтобы активность хотя бы не терять но так как без кэфа наверно будет не очень заказ отменен слава богу хоть послать схожу хотя с другой стороны все равно надо заправиться полный бак лучше я думаю заправиться чтобы потом вату не катать каждые пять минут не заправляться ну что вот так выглядит заправка мой коллега тут заправляется вот моя тачка заправляюсь я только девяносто пятым не вижу смысла и копейки экономить открываем 95 у нас пойдет кушай кушай и корми меня чтобы было много заказов чтобы ты была всегда сыта и я зарабатывал бабки здравствуйте 95 первая колонка на сколько полный банк оплата карты да в общем спросил я насчет туалета туалета нету ну что за дичь я поэтому на заправке в туалет никогда не заезжаю вот придется идти в кусты а вон ты туалет но это походу только для сотрудника такие злобы блин зажали ключи от туалета очень приятно пахнет бензином сейчас посмотрим сколько выйдет 1700 уже есть бездонный бак вообще короче полный бак 3000 вышло я просто в шоке не ожидал блин вот это я разорился пипец 3000 рублей еще и сегодня на 1500 заправлялся это получается четыре с половиной тысячи рублей я сегодня потратил на топливо и вот чек 2928 рублей это просто пиздец какой-то еду недалеко от сети как видите хорошо что первый день аренды бесплатный и как-то полегче реально в ритм войти если вы сегодня еще из аренды платить это просто минусе я была бы сколько ну почти 8000 рублей был бы минусе плюс еще поел на все десять тысяч на 5 ввязался в эту авантюру под названием такси поймал заказ в этом узком тоннеле пять минут подачи три километра знак стоп движение без остановки запрещено останавливаюсь все поехали ехали по мкауду где-то сто пятнадцать километров в час не слезь быстро доехали посмотрим сколько заработал 26 минут пути вот пожалуйста 884 рубля это тоже к плюс у нас сплошной камплюс оказывается можно катать я думал сейчас выйду да вообще не будет заказов и у меня были сомнения брать к плюс или вообще эконом и вообще я хотел бизнес изначально но у меня нет костюма у меня рейтинг низкий повышать короче что мы имеем 6 заказов 3591 рубль в общем-то хотел я поехать домой свой район достаточно далеко ехать целых тридцать девять километров если через центр москвы по мкаду 55 километров решено было что делать коэффициенты мощные решил включить еще раз комфорт плюс но уже спать хочется вообще ночью работать неблагодарное дело конечно то есть потом будет сказываться на организме потом опять днем будешь спать ночью бодрствовать это не то не хочется режим прям так жестко сбивать поехали наши с энтузиастов там полиция стоит опять путевой скоро заканчивается вообще жопа